Да у тебя ничего не получится! Он просто дико сразу метет, вообще! Перегрел. А здесь нет датчиков воды? Мне показалось, это реально сложно и не сразу получилось. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Степан Маслов. И сегодня у меня для вас очень интересная серия. Серия эта будет заключаться в том, что мы будем сравнивать два вида спорта. Один в автодисциплине, другой в мотодисциплине. Но не обычных видов спорта, их довольно-таки много. А именно те, которые вышли с улицы. В автоспорте спорт, который вышел с улицы, это, естественно, дрифт. В мототеме спорт, который вышел с улицы, это станд. И сегодня мы посмотрим, что на самом деле сложнее дрифтовать на машине или дрифтовать на мультике, или буксовать, неважно. То есть, пум, смотреть, сравнивать. Специально для вас сегодня я пригласил на съемки Серегу. Серега, привет! Здорово! Всем привет! Я думаю, что этого человека вам представлять особо не нужно. Ни его, ни его тачка, все его прекрасно знают. Серега, вот я, честно говоря, в последнее время замечаю, у тебя на канале начали появляться там моменты с мотодвижухой. Да, и как бы я решил, что, наверное, струю бы было для пацанов записать, как-то сравнить станд и дрифт. Постоянно, знаешь, такие происходят небольшие баталии, да, между стандерами и дрифтерами. Ну, ты мне рассказывал, но я на самом деле не согласен с тобой. Окей, я тебя остался со стороны мототемы, да, то есть, грубо говоря, мы катаемся на заднем колесе, приезжают дрифтеры, у них все красиво, музыка в ушах, начинают дрифтить, и мы немножко, знаешь, опасаемся, короче говоря. Опасаетесь? Да, из-за этого начинаются какие-то контуры. Ну, лично я всегда к дрифтерам отношусь хорошо, потому что, грубо говоря, я внедрен в эту тему из-за того, что мы постоянно катаемся на общих выступлениях, да, с моим пикки. Я к стандерам тоже, извините, перебиваю. Вот, поэтому, но именно пацаны, которые катаются на заднем, они всегда, вот, знаешь, типа, так жестко относятся. Поэтому мы сегодня с тобой должны сравнить. И всегда, на самом деле, есть небольшой момент, всегда стандеры считают, что, типа, станд, знаешь, это типа элита, и это сложнее, да, чем дрифт. Мы берем улицу, да, сейчас не какой-то там РДС, грубо говоря, и кольцо, или там чемпионаты, да, а именно уличная тема, площадочная, да, грубо говоря. Есть такая, такая поверье, что, типа, стантить намного сложнее. Я, кстати, я верю в это поверье, что стантить реально сложнее, чем какие-то базовые элементы дрифта. Ну, я тоже в это верю, но я, знаешь, там, с кровати, когда с утра поднялся, думаю, ну, наверное, я сейчас там сел, там, газану, как бы, вообще все будет на изи. Ну, когда увидел тачку, все как всегда, типа, думаю, да хрен его знает, площадка что-то маленькая какая-то, тачка мощная, низкая, правые руль, я на правом руле вообще никогда не ездил. Короче, возникают какие-то вопросы, потому что я, вот зуб даю, я, как бы, на корчение разу в жизни не дрифтил. Это вот чистая правда. У тебя с мотиками как обстановка вообще? У меня с мотиком, наверное, чуть попроще, потому что у меня был 2 года спортбайк, у меня был R6 Yamaha 2007 года. В принципе, это единственный мой мотик, я на мопедах ни на чем не катался, сразу купил себе 600-ку, покатался 2 сезона. А, мне просто понравился очень дрифт, и я себе вот мечту стал, поставил новую. Продал когда мотик, купил сливы. У тебя разошлись, да? Не, ну, я, знаешь, я катался так, что день и ночь я катался на мотике, и я закончил кататься с первым снегом. Я помню, я ехал на стоянку, снег шел. И так было 2 сезона, то есть я вообще не вылезая катал. Но никакие вот стант-фишки я, конечно, не делал. Я максимум, что проезжал чуть-чуть на заднем, и то на газу. Но мне было страшно просто завалиться и сломать мотик. Вот что. Потому что он был не подготовлен к станту. Ну, короче, главное, что ты врубаешься, где газ, где сцепление, да, и где тормоза находитесь. Я надеюсь, что я помню. Вот за 7 лет, надеюсь, что не забыл. Ну, если ты до снега катался, это как бы стандартная тема людей, которые покупают мотик, они садятся там, знаешь, типа в мае и слезают в ноябре первые 2 сезона. Да, да, ну мне нравилось, конечно, да. Слушай, ну круто, давай попробуем. Я думаю, что, блин, ну заднее. Я думаю, что заднее не стоит как бы это вот такая. Ты для меня какие-то приготовил, не знаю. Я не то, что приготовил. Мы сейчас, короче, делаем так. Ты берешь самый изи-трюк в дрифте, да, я сажусь, ты мне что-то там объясняешь чуть-чуть, я делаю. А я для тебя самый изи-трюк встаньте. То есть, ну, по-любому то, что ты думаешь, что у меня получится, а я думаю, что у тебя получится. И мы, типа, знаешь, не запариваясь, типа на лайв-формате вот это пытаемся сделать. Все, я понял, да. По минимуму. Не, я готов. Мне очень интересно, спасибо, что пригласил. Тем более, как бы, ты круто гоняешь, у тебя техника очень крутая, подготовленная. Я думаю, ты сможешь мне объяснить, как это вообще, что делается. Я как тренер, если честно, такой себе, потому что я еду чисто по ощущениям, у меня ноги сами педалируют, руль сам крутится, я куда-то смотрю, все, еду боком. То есть, ты мне так примерно и будешь объяснять? Я постараюсь тебе объяснить, насколько возможно, грамотно, но не обещаю от меня какого-то тренерства там лютого. Окей, ладно. Слушай, фишка в том, что слива, она настолько подготовлена к дрифту, что она, в принципе, все сама делает. Здесь надо твое, там, минимальное участие. Если у тебя есть какие-то азы, там, катание на тачках, плюс ты стантер, и я думаю, что у тебя мозг, он как бы такой прям, жопомер разве, да, и прогрессивное такое мышление, ты точно сможешь. Ну, короче, я на самом деле в тебя тоже верю, потому что, ну, там не все так однозначно, да, что он сам едет, потому что он все-таки, знаешь, он не стоит, он, если что, падает, даже если вот так поставить. Ну, я думаю, что у тебя по-любому получится, тем более, как всегда, у нас Питер нас порадовал дождичком, да, и все. На самом деле надо было баттл устраивать так, да у тебя ничего не получится. Да эти дрифтеры, они вообще ничего не могут. Да эти стантеры порезут. Блин, что за вообще люди. Что, с дрифта начнем? Я думаю, да, это же проще. Серега, слушай, расскажи моим парням немножко. о своей машине, я знаю, что на ней уже давно довольно-таки ездишь, наверняка переделок уже дофига, я там уже сюжетную линию потерял, короче говоря, расскажи. Да, слушай, за 7 лет все переделано в ней, в принципе, и каждый год появляются какие-то новые идеи и новые бюджеты появляются, и, соответственно, у меня, как и было изначально, там, в 14-м году или в 13-м, когда я ее купил, все деньги на нее тратил, да и сейчас тоже, там, бюджеты стали побольше, все равно они все вливаются. Все заканчиваются, короче говоря. Да, потому что идеи с каждым годом все больше и больше, и если есть возможность это реализовать, надо это реализовывать, потому что иначе что делать. Это Nissan Silvia 99-го года, S15, это такая классическая тачка для дрифта, японская, и сейчас их уже становится все меньше и меньше, поэтому в цене они с каждым годом дорожают. Вот сейчас в среднем такая машина в стоке на SR, это родной двигатель SR20D, она стоит где-то миллион двести. Охренеть. Я ее покупал тоже на SR за 550 тысяч, еще давным-давно. У меня здесь стоит двигатель 2JZ GTE, японский, тойотовский двигатель, офигенный, самый, наверное, надежный, самый мощный, ну, как самый мощный, очень легко продается тюнингу и всем вот этим фишкам, поэтому его очень любят в дрифте. А сколько у тебя сейчас, ну, на нем кобылки, у тебя как-то переключается мощность, да? Да, у меня переключается мощность, самая большая мощность у меня это 605 сил со стенда, потом есть режим на 550 сил, но вот этой мощности 550 я гоняю обычно. Когда надо прям суперзлую тачку, то 600 врубаю. И когда какая-то дождливая погода или узкая резина, как сейчас 235-я, это считается для слива узкая, то я 430 сил оптимально. Для такого мокрого покрытия это более чем, потому что по мокрому, наверное, будет хорошо 350, но уже меньше не сделать, так как стоит уже, ну, турбинка. Давай покажу, что под капотом. Ну, естественно, она в обвесе, это обвес вертекс, карбоновый капот стоит покрашенный мной, карбоновый капот D-Max, чтобы, ну, с такими жабрами, чтобы все продувалось. Ну, а то фирменные жабры твои, я помню. Да-да-да, моя фишка. Вот, собственно, 2JZ GTE, это уже второй 2JZ в этой машине. Первый у нас был на ковке, на всех пирогах, на закиси азота, вот она, кстати, стоит, но сейчас не подключена, он у нас взорвался. Сейчас здесь стоит другой 2JZ GTE, он внутри весь стоковый, то есть заводской, но на него накинута вот турбина, коллектор, вгустной коллектор, форсунки и, ну, мозг, и, соответственно, это все выдает вот эту мощность. У меня к тебе один очень простой вопрос. Я знаю каждый уголок этой машины. Это я не сомневаюсь, я вот к этому и веду, что сколько раз из этой тачки доставали мотор, примерно. Очень много раз, слушай, ну, слава богу, за этот сезон доставали его, по-моему, один раз. В прошлом сезоне доставали раза 3, по-моему, или что-то такое. Это уже, получается, в ней. Я купил сразу двигатель, сдох, потом еще один был двигатель, потом еще один, и вот еще один. И вот сейчас мы еще готовим у Семена в Lucky Station, мы готовим еще один двигатель, вообще злющий. Сюда же? Да, будет больше мощности, он весь на тюнинге, он прям вообще, я заряжаем. Короче, мы в Семену верим. Семен, кстати, привет тебе. Да, Семену огромный привет. На самом деле, подход к тачке максимально крутой. Да, что-то иногда не получается, она иногда встает, там, что-то с двигателем, но это все дрифт и тюнинг. И даже если у тебя вот сейчас вот, ты зайдешь такой с деньгами, фу, давайте мне самое лучшее, все равно оно будет ломаться. Да, поэтому на любых этапах оно будет ломаться. Вот сейчас мы сделали такой стабильный конфиг, он едет, и, в принципе, все красиво под капоткой. Сейчас просто машина грязная, потому что дождь. Вот такая тут красота. Крутяк, крутяк. Ну, короче, парни, вы поняли, да, что эта машина уже как дорогое вино, то есть она чем становится старше, тем она дороже стоит. Ну, естественно, сделано все на высочайшем Серегином уровне, да, то есть смотрится она офигенно, там, особенно отходишь там метров 10 и вообще просто... Я сейчас покажу тебе еще одну фишку этой тачки. Ну, она, в принципе, видишь, я конкретно здесь, у меня стиль такой, что она должна быть максимально низко, максимально такая широкая. Сейчас диски, правда, тренировочные стоят, у нее еще есть диски, как вот эти, только с широкими полками. Низко это не всегда удобно, плюс машина используется и на треках, и как бы в городе, и на повседневеках, в принципе, на ней гоняю. Поэтому она сейчас немножко подбита, она и парно дрифтит, там подбита, всем подбита, но меня это не парит вообще, потому что я потом это сделаю. Сразу не буду переделывать. Сейчас покажу еще одну фишку. Все думают, что это пневма, а она оп, и поднимается у меня. Это гидравлик. Это, короче, стоят эйркапы, такие металлические стаканы, которые поднимают пружину. Да, они воздухом поднимают. Но вот на таком конфиге можно только переехать какое-то препятствие. Лежак или заехать на парковку. А почему ездить нельзя? А потому что она выдавливает как бы шток из стойки и сжимает пружину, она сейчас такая жесткая становится. На ней нельзя, короче, ехать, да. Понятно. Но можно преодолеть препятствие. Вот это как раз очень помогает. Слушай, ну атака, да, это удобно. Это очень помогает, и как раз все дрифтеры такие, о, нифига, она еще и поднимается, и валит, нифига. И смотрится неплохо. Вот это именно ее фишка, и мне это очень нравится. Поэтому не хочу ничего в ней менять, хотя за 7 лет, на самом деле, она плюс-минус в одном и том же цвете, хотя перекрашивалась уже 2 или 2 раза, да. Слушай, ну да, крутая тачка. Ну, что, давай попробуем газануть на твою ракету? Давай, давай, давай. Уже у меня руки чешутся. Садись, присаживайся. А это для кепки, да, ручник у тебя? Да, да, это кальян. Вроде не такой толстый. Да я просто залезать не могу. Первый, как бы, самый сложный этап уже пройден. Я залез в эту тачку. Я думал, тут удобнее. У меня на так удобнее, конечно. На так удобнее? Ну да. Да, можешь чуть погазовать, посмотреть, что как. Это ручник. Ну и, наверное, сейчас для самого простого элемента пользоваться не надо будет. Просто пятак. Вправо или влево? В любую сторону, как бы тебе удобно. Мне влево удобнее, я думаю. Ну, если на мотике тебе влево удобнее, то, значит, наверное, тут так же. Я, честно говоря, даже и на правом руле первый раз езжу. А, на правом руле первый раз. То есть, первая сюда, да, вторая? Не-не-не, она так же, как и везде. А, то есть, первая туда, вторая так. Мы катаемся на первой. Мы сейчас попробуем на первой, да, потому что здесь площадка не очень большая. На первой передаче. Может быть, конечно, знаешь, правильно было бы мне показать, как это делается изначально. А это будет неприкольно. Давай сразу, типа, знаешь, я вообще с нуля сел. Давай. Это самый фантом. Давай, поехали. Да-да, не бойся перегазоваться. И просто начинай ехать по кругу. Вот начинай ехать по кругу, выворачивай руль. С обычного газа, да, вот так вот. Да, начинай. Теперь просто чуть больше газа дай. И руль. Газом регулируй, да. Газом регулируй и рулем подворачивай. Ты, в принципе, все правильно сделал, сразу вывернул. Это, ну, нам вот такая траектория маленькая, да? Да, нам нужна как раз маленькая траектория. Немножко развернулись. Но в целом ты все делаешь правильно. Я знаю, что не могу полить. Подруливаешь правильно. Короче говоря, она, знаешь, что не дотягивает. Потом чуть-чуть ты добавляешь газ, и она просто сразу вырывается. Тогда меньше, меньше газа добавляет. Не привык к этой мощности, то есть, да, не ездил ни разу. И поэтому, ну, непонятно вот этот диапазон. Да, это надо привыкнуть, и все. В принципе. Попробуй в другую сторону, может тебе будет лучше. Давай, может, в другую сторону. Газу, 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 не отворачивай, не отворачивай. Теперь давай. Все. Слушай, ну не так просто, как я думал, конечно. Газуй. Держи, держи руль. Вот так, да, да, да. Неплохо. Я уже, знаешь, типа, тураж, вот этот дрифтовый тураж, видимо, схожу. Может быть, тебе понравится, и ты купишь себе дрифт корч. Блин, это дорого. Придется все праздновать. Газу, 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 газу. Ну, по-моему, это было неплохо. Да, я думаю, это получилось все точно. Ну, как считаешь, я справился с заданием? Ты справился с первым заданием. Давай вот закрепи сейчас, еще раз сделай вот так вот же, просто на изи. И я думаю, ты справился полностью. Я примерно понял, в каких она оборотов едет будет. Так, далее будет восьмерка. Это такой, можно сказать, второй элемент. На самом деле, не пора, потому что пятак надо тоже закрепить, и чтобы он получался в разные стороны. Но давай попробуем восьмерку. Если у тебя она с первых разов получится, то красава. Если нет, то будем тогда возвращаться на пятак и его как бы в разные стороны крутить. Но восьмерка, она предполагает то, что, во-первых, ты крутишься в разные стороны. Есть перекладка, самое главное, в дрифте, основной элемент. И есть еще, как бы там есть и торможение, и ускорение. Получается элемент такой реально мощный. Мы начинаем ее вокруг предмета, пятак. Мы начинаем делать пятак вокруг предмета, да. И потом в какой-то момент, в середине между ними, получается, уходим на перекладку. Перекладка делается так. Ты едешь, едешь, отпускаешь руль, он сам уворачивается, ты его ловишь, да, и все. И в другую сторону. Да, и в другую сторону. То есть подгазовываешь в этот момент, да, видимо? Да. Я не знаю, конечно, как объяснил, круто или не очень, но... Мне парни из старой школы стандрайдеры так же всегда объясняли. Ну, ты типа там заходишь, там что-то вот сюда встаешь, как бы и все само, все само, чувак. Все само. Ну, здесь реально все само. Естественно, газом работаешь, рулем. Как бы не уходим на слишком широкую траекторию. А он не выкрутится. Значит, тогда его толкай. Толкай. Да. Чуть-чуть подтолкнул его, да. Я что-то неправильно объясняю. Я что-то неправильно делаю. Нет, ты делаешь ровно то, что я объясняю. Почему рули назад? Потому что, видимо, мокрое ему сейчас. Да, прям в нее ушел. Давай, не сдавайся. Сейчас поправим эту штуку, отъедем на завтра. Подержи, давай! Ну, это я уже херню сделал. Да, она уже, херня началась еще в середине. Она уже встала, да? Она уже, да, такая. Распрямилась, да, получается? Было просто очень много вариантов. В какой-то момент его надо нажать, да, чтобы она выплюнула ее. А потом, как бы, уже подломится. А потом, как бы, уже подломится. Вот это уже хорошее действие для восьмерки. Только надо было ее отловить опять же. Я даже спотел уже. Когда ты идешь на перекладку, отпусти руль, дай ему самому прокрутиться. Ты его не отпускаешь, надо отпустить руль. Это вот чисто моя школа отпускания руля. Кто-то контролирует его, но мне кажется, на сливе его надо отпускать. Смотри, ты едешь, получается, уже в дуге, тебе надо просто крутануть руль, чтобы машина сделала вот так. И поймать ее газом и рулем, соответственно. Вот. И несколько раз у тебя плюс-минус получалось сделать вот это, но тебе просто вертело сразу же. Смотрите, парни. Поняли, да? Реально вспотел парень. Реально вспотел, да. Ну, хочешь отдохни? Да нет, я хочу сделать. Очень хорошо помогает зимний дрип на ЖИГе. Вот он сразу дает понятие, как это делать. Давай. Вот ты опять его держал. Короче, давай сделаем так. Я сейчас сделаю еще раз по-своему. Давай, давай. Нет, конечно, как чувствуешь, так и делай. Пробуй. Вот, вот. Молодец. Плюс-минус было. На, брат. Все, короче, я считаю, что я вот эту часть задания выполнил. Раздолбал свою табуретку, короче, блин, жесть. Пацаны. Ну, что, ты готов, Серега? Ну, я вот уже одел защиту спины. Мою спину, да. Да. Что мы будем делать? Мы будем буксовать. Дрифтить, типа? Нет. Буксовать называется? Смотри, встаньте, короче, буксовать. Это все то, что связано с тормозом, да. А все, что дрифт, это без контроля переднего тормоза. Понял. Сегодня мы будем буксовать, потому что дрифт на мотике чуть-чуть посложнее, чем на тачке. Хорошо. Ну, как я думаю. Короче, смотри. А на тачке он сложный? Ну, как выяснилось, да. То есть, я думал, что на самом деле проще врать не будут. В этом трюке используется передний тормоз. Угу. Вот он, да. Передний тормоз, сцепление и газ. Задний тормоз мы не трогаем. Очень важно для меня знать, передний тормоз сжимается, например, двумя или одну? Двумя. Двумя. Почему двумя? Потому что тебе нужно держать ручку. То есть, если что-то идет не так, тебе нужно, чтобы у тебя роль жестко был закреплен. Поэтому, что сцепление двумя, либо одним, если сможешь, что тормоз двумя, либо одним, чтобы у тебя вот эти два пальца как бы лежали в руль. Вот, значит, смотри, ты просто двигаешься на первой передаче, двигаешься по прямой. Угу. Тебе нужно остановиться, ну, то есть, притормозить. Ты нажимаешь сцепление, ну, как на тачке, то же самое. Зажимаешь тормоз. У тебя мотик останавливается, но тебе не надо совсем его останавливать. То есть, тебе нужно, чтобы он катился. Накат, да, протравливать его, короче говоря. И в этот момент позиция, ты сейчас увидишь, то есть, ты будешь стоять на ногах с выпрыгальными ногами, то есть, в стойке, грубо говоря, и с оттяжкой вперед. Угу. Это нужно для того, чтобы у тебя максимально разгрузить заднее колесо, понял? Дальше, значит, когда ты уже подзагрузился, стоишь в стойке, ты отпускаешь, не просто клочуешь, да, грубо говоря, ты отпускаешь колесо, добавляешь газ. При этом тормоз зажат чуть-чуть. Зажат, но у тебя мотик все равно едет, как бы чуть-чуть. Понял, понял. Ну, я думаю, что ты почувствуешь, тебе нужно поймать вот этот срыв, который у тебя пошел. Попробуй сначала по прямой. Ага. Если поймешь, как бы, ну, вот эту всю динамику, физику, тогда уже будем пробовать в круг заходить. Ну, а если ты совсем GD, тогда уже в восьмерке поедем, что делать. Да, я вот, да. Ну, ладно, давай, покажи, и я пойму, что как. Давай. В этом, как бы, вот и есть фишка, понимаешь, понять, как бы, что сложнее. Ага. То есть это прям изи. Хорошо. Это прям изи. Хорошо. Вот это тоже было изи. Вот, вот в этом-то и фишка. Я пока так покатаюсь. Я уже чуть не грохнулся. Смотри, здесь все резко работает, тормоза передние там, они, ну, нормальные. Поэтому так, старайся плавнее. А так ты не встанешь, тебе нужно встать вперед, чтобы, грубо говоря, ну, давай, я подержу мотик, вставай. Я понял, встать вот так, да? Вперед еще больше. Еще вот так? Вот, вот твоя стойка должна быть. Вот так вот. Да, да. Задний тормоз не трогать. Да, ты попробуй сейчас, короче, вот так поездить именно тогда. Понял, да, надо поездить так, реально. Блин, я не могу увидеть, где у него переднее колесо, и на сколько оно тормозит сейчас. Еще дождь идет, капец. Отличное времечко для станта. Ладно, я готов. Так, как ты хочешь сделать, у тебя сорвет передок. Больше загружайся. Прям вот максимально туда вперед тяни, чтобы у тебя вот здесь вот яйца, у тебя, короче, чтобы вот здесь были. Понял. Потому что, смотри, самое стрёмное, что у тебя может произойти, это сорвать переднее колесо. Думай всегда об этом. И тебе нужна скорость, грубо говоря. Если у тебя маленькая скорость, если ты хочешь, чтобы у тебя уже пошел прокрут, тебе нужно добавить оборотов. Потому что на таких маленьких оборотах, ты на первой, давай на второй передаче попробуй. На второй? На второй, да. Потому что на первой сложнее. Будет на второй гироскоп, чтобы побольше был. Тяжело. Так, давай еще раз. Ты подкатываешься на сцеплении. Ага. Чуть-чуть притормаживаешь тормоз. Дальше ты отпускаешь сцепление, и ты ловишь вот скорость, чтобы он у тебя ехал. То есть на приотпущенном сцеплении и на вот этих оборотах, которые у тебя сейчас есть, ты едешь. Очень медленно, да? Больше вперед, вперед, вперед. О-о-о-о. Давай-давай, хорошо. Хорошо сейчас было. Сейчас было нормально. Вот в этот момент надо было подбавить. А может быть мне просто для начала чуть-чуть на бернауте его сделать, понимаете? Ну, настоящим. А, давай, кстати, да, просто попробуй сначала тогда в стойке сделать, чтобы понять, где срыв идет. Давай. Давай. Хорош. Сейчас вообще кайфово сделать. С места не считается, наверное. Просто я сейчас ногой зажал зачем-то задний тормоз чуть-чуть. Вот это я тебе изначально говорил, что задний тормоз мы забываем. Она у меня как бы автоматически села туда. Е-е-е. Я не вижу, что я делаю там. Я не чувствую еще. Это, да. Крутится оно или не крутится, или оно сейчас как выстрелит. Ну, ты же сейчас понял, когда ты тронулся с места. Ты же понял вот этот момент поворота? Ну, типа да. Серега, погода на твоей стороне должна получиться. Сейчас уже более-менее похоже на... Блин, руки, конечно, устают жестко. Руки забивают сразу же, да, конечно. Ну, непросто. То есть у тебя те же самые ощущения, что... Ну, да, да, да. Ты не видишь, что происходит сзади? Это тебя путает. И тебе еще страшно, что... Не то, что там бампер куда-то улетит или что-то еще. Тебе страшно, что ты как бы сейчас резко куда-то херанешься и сам упадешь и все такое. Ну, короче, ощущение того, что асфальт ближе, чем в тачке, да, получается? Да, асфальт ближе. Она сейчас крутилась хоть чуть-чуть? Да, она крутится у тебя сейчас постоянно. А, да? Да, просто она у тебя крутится на очень низких оборотах. Она у тебя, ну, буквально прокручится. Тебе нужно больше оборотов, и тогда она у тебя поедет, как бы, дальше. Он просто дико сразу метет вообще. Отпускаешь, он сразу... Поэтому тебе нужно, грубо говоря, загрузиться, я тебе говорю. То есть загрузиться и нажать на тормоз. Поэтому здесь прикол. Это вообще, ну, это, конечно, сложнее, чем дрифт. Сто пудово. Даже вот эту штуку сделать, я не знаю, что там встать на заднее, это вообще пипец. Еще переднее колесо его срывает, и оно такое... Вот туда сразу. Ну, кстати, то, что ты почувствовал, это тоже хорошо. То есть ты уже знаешь, как это происходит, грубо говоря, когда его срывают. Катишься, катишься. Блин, я бы не сказал, что это на изи. Ну, типа, даже у него. Есть! Что, это было чуть-чуть? Да, было, только в конце ты зачем-то нажал сцепление, и все пропало. То есть, ну, нет, ты буксовал реально, то есть, ну... Сейчас еще надо закрепить. Давай. Стой! Стой! Антифриз. Перегрел. А здесь нет датчиков воды? Слушай, ну ты и смог перегреть мою тачку, это не так-то просто, на самом деле. Сарян. Как только ты начинаешь с нуля пытаться это сделать, ты один раз это получилось, но это уже следующий уровень. Это как бы зависание вот в этом буксе, это отдельная история. То есть, когда ты сделал сходы, ну, на нормальном газу, ты проехал прям, ну, нормально там. А я, знаешь, еду и думаю, интересно, я сейчас скачусь, или он бернал вот тут все-таки? Нет, он бернал вот тут, да. Ну, в конце ты немножко подержал сцепление, он у тебя встал, а так мыло, было. Так, к сожалению, здесь никак не определить, да, что он, типа, взгрелся или нет. Слушай, взгреть его довольно-таки сложно, тем более в такую погоду. Видимо, просто от этой дрочки постоянной, что ты его туда-сюда, а он нагрелся. Поэтому я вообще не парюсь по этому поводу, даже когда супер жарко, он не греется. Итог нашего сегодняшнего мероприятия. Я тебе расскажу о своих впечатлениях, ты мне расскажешь о своих. Давай, хорошо. С чего начнем? Давай с тебя. Мои впечатления такие, значит, когда я лежу на диване и нажимаю на педаль газа на дрифтовой тачке, все происходит намного проще, чем в жизни. Потому что я немножко, ну, не сильно прям удивился, капец, но удивился, потому что это не так просто даже до твоей тачки, да, нормально подготовленной, с нормальным мотором. То есть мне восьмерку по факту сделать не удалось, там, я что-то, короче, начитерил немножко, вроде как получилось, но Серега сказал, что все это куклу. Поэтому и потратил где-то на это мероприятие. Наверное, на публике я поехал сразу, а на восьмерку полчаса потратил, короче, нифига не получилось. Поэтому я делаю такой вывод, что в любой теме, там, дрифт, стан, и любая техническая автомото-тема, она требует, короче, внедрения полного, и все это не так просто. И дрифт в том числе. Отвечаю, пацаны. Я согласен со всеми словами. От себя скажу, что я попробовал впервые, ну, сделать, сказал, букс, да? Короче, такой бернаут на ходу на мотике. Тоже из-за того, что, во-первых, асфальт мокрый, из-за того, что надо очень работать с передним тормозом, мне показалось это реально сложно, и не сразу получилось. То есть, когда я попробовал просто сделать бернаут, в принципе, сразу получился. А вот чтобы ехать, поймать, поймать вот этот момент, и чтобы колесо забуксовало, чтобы я это понял, и поехать, на этом мне понадобилось очень много попыток. Что-то более-менее у меня получилось пару раз, наверное. Я чуть-чуть проехал, но я бы не сказал, что я закрепил это на 100%, что я сел и поехал. Поэтому, да, тоже надо прикатываться и тренироваться, тренироваться. Так просто это не выходит. В принципе, я думаю, что у меня есть какая-то немножко способность к этому. Надеюсь. Есть. Если бы я там тренировался еще и на своем мотике, то, конечно, наверное, у меня бы что-нибудь получилось. Мне понравилось. Ну, ваше спасибо за такое вообще мероприятие. Взаимно, взаимно. Прикольно было, круто. Спасибо, что приехал. От себя хочу сказать по поводу твоих, да, вот этих небольших тестов, которые ты сегодня на моем мотике показал. Я, честно говоря, доволен тем, что у тебя получилось, потому что, я не знаю, ты, наверное, не отдаешь себе отчет, но многие вот даже этому учатся там с третьей, с четвертой тренировки, понимаешь, когда приезжают. Но там проблема в том, что никто обычно людям не объясняет. Сначала ломается мотик, потом там вырывается кусок мяса из ноги, там, да. А что, могло такое быть? Поэтому, в принципе, когда ты знаешь, что делать, ну, как видишь, это все реально хорошо. Извини, но ты объяснял реально хорошо. Я объяснял реально плохо, потому что, к сожалению, вот у меня нет вот этой способности объяснять. Блин, вот я бы хотел ее выработать, но нету. А ты объяснял мне хорошо, поэтому я сразу понимал, что вес надо вперед. Даже если у тебя тело все равно куда-то хочет назад, все равно надо его вперед. Что тормоза надо дозировать, что газ надо плавно, ну, хочу все плавно делать, не рывками. Особенно на таком мокром покрытии я несколько раз поймал вот эти вот штуки. Да, да, да. Можно было же навернуться вот так, да, как-нибудь? Можно не так. Ну, знаешь, как делает? Он у тебя срывает переднее колесо, потом у тебя подхватывает на заднее, получается вот такая вот, короче, кочерга. Лучше, да, не представлять. Плюс он еще у тебя очень резкий, и даже по мокрому, по всему вот этому, чуть-чуть даешь газу, он сразу тебя вперед пуляет. Вот это, конечно, тоже тормозит, особенно, знаешь, не, если бы я был, конечно, отбитый псих, мне нечего терять, мне пофиг, я бы там, короче, исполнял. Но у меня уже, знаешь, мне уже 30 лет, я уже так головой такой, так, осторожней, осторожней. Ну, я тебе поэтому хорошо и объяснял, потому что, а, как бы, ты нам нужен живой, и, б, как бы, ну, я чуть-чуть это умею делать, поэтому... Нет, ты умеешь там четко. Круто, что так получилось. Спасибо тебе еще раз, что приехал. Не, а ты красавчик тоже, у тебя пятак, видишь, сразу получился, прям сразу-сразу. Тебе не надо было там пройти через несколько разворотов сразу же. Ну, было тоже, было. Нет, были развороты, но это все фигня. Ты, как бы, сразу поехал, ты сразу начал крутить рулем. У тебя просто такие передвижения рулем, слишком какие-то такие кольцевые раллиные. Здесь надо немножко расслабиться, наверное. Ну, а восьмерка, она закрепляется обычно там на вторую тренировку. Поэтому, если у тебя будет своя дрифтовая машина, а если еще лучше начнешь зимой, ты, ну, поедешь почти сразу. Вот я сегодня, на самом деле, когда ехал с Серегой в тачке, уже начал опасаться, что может так вот сказать. Ты за японцев или за немцев? В дрифте я за японцев. За японцев? Да. Окей. Значит, Сильвия, Лаурель, может быть, даже Toyota, Mark, Toyota Chaser. Ну, это же дешевле, чем немцы, в любом случае. Не-не, немцы, немцы, наверное, даже дешевле, чем Сильвия точно. Два раза дешевле. Все. Ну, я понял. Ну, по надежности, в любом случае, япония впереди. Нет, не факт. Потому что у тебя в немце будет японский мотор. Ты меня сейчас переуговоришь. У тебя в BMW будет японский мотор, потому что это самая нормальная тема. Ну, потому что он самый живучий. Ну, да, первый GZ, вот он, там, второй GZ. Самый нормальный мотор для того, чтобы просто сесть и поехать. Ну, тогда в любом случае, нафига мудрить ставить немецкую тачку японским мотором, я считаю, он нужен. Не, просто кто-то любит, знаешь, BMW, кто-то любит японцев, как я. Кто-то не может на том, ну, на руле справа ездить. Тут тоже, как бы. Ну, кстати, да, вот по поводу руля справа. Я вообще, в принципе, в тачке ездил, как праворукой сегодня первый раз. Ну, знаешь, в режиме спорт, вот этому, особо, как бы, я как понимаю, разницы нету. Первого воткнул. А там все фигня. Я каждый день езжу на разном руле. Ничего вообще. То же самое. Организм привыкает. Так же, как ты садишься на мотик, сразу что-то делаешь, что умеешь. Вот тут то же самое. Ну, согласен, да, согласен. Такая вот у нас сегодня получилась серия. Спасибо еще раз Сереге, что он приехал. Мне лично очень понравилось ездить на его тачке. Я надеюсь, что ему понравилось ездить на моем мотике. Не знаю, делайте выводы сами, что легче судить сложно, но легкого ничего в этой теме нет. Поэтому выбирайте каждое свое. Всем мир. Всем пока, ребят. Ставьте лайки, обязательно поддержите видосик и подпишитесь на канал. И.